Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера я был в открытии на семинаре, и там семинар был посвящен, ну, куда инвестировать и как. И там был очень интересный докладчик Тимур Нигматуллин, он ведущий эксперт открытия брокер. И он провел очень интересный анализ мировых рынков, куда вкладывать. Вот, смотрите, Америка. Сейчас наблюдается рост индекса S&P 500, в Америке вроде бы все растет, но на чем основан этот рост? Этот рост основан на том, что Трамп недавно снизил налоги для крупных корпораций, и поэтому деньги просто идут в Америку, и за счет этого идет рост. Этот рост, в принципе, достаточно ограничен, потому что влияние этого фактора уже отработало. И по показателям, по всем, американские акции, ну, кажется, перекуплены. Российский рынок. Точно так же, в последнее время наблюдается рост, и по всем показателям, по фундаментальным, вроде вообще все классно, все шикарно, все растет, все должно приносить прибыль. Там очень хорошие показатели. Но и все будет расти, но в рублях. А самое слабое место, как говорят в России, это слабость национальной валюты. Ее зависимость от политических всяких факторов и санкций, и то же самое зависимость от, скажем, нефти, от нефтяных котировок. То есть слабость национальной валюты, самый главный недостаток российских инвестиций в России. Дальше рассматривался Китай для сравнения. Самая крупная, так сказать, экономика тоже. Ну, Америка, потом на втором месте Китай. А в Китае то же самое. Наблюдался в свое время очень бурный взлет фондового рынка. Он вот так. А потом такое же падение. Вот. Потом восстановление. И сейчас небольшой такой вот нисходящий тренд, во-первых. А вторых, китайский юань, он не свободно конвертирован. Он регулируется Центробанком Китая. И в Китае тоже все зависит от политики. И поэтому тоже как-то есть фактор риска. То есть всюду есть факторы риска. Что советовали? Ну, во-первых, советовали для того, чтобы избежать риска. Есть очень мощный и шикарный продукт. Они говорили, структурные продукты защиты капитала. Это потрясающая вещь. Почему? Потому что доходность выше, чем у депозита. Надежность очень хорошая, очень высокая. С одной стороны. И с другой стороны, смотрите. Структурный продукт привязан к каким-то акциям. Если акции растут, они определяют, какие акции должны расти по параметрам, по всяким. То мы получаем ровно столько же практически или чуть меньше от того, что акции выросли. Но зато если акции упали, то если вложить в акции, то мы теряем деньги. А если вложить в структурный продукт защиты капитала, то мы ничего не теряем. Именно структурные продукты как раз так сконструированы, что они повторяют рост акций, если акции растут. А если акции падают, то ничего не теряется. Это специальная конструкция. Очень популярна была в свое время в Америке и сейчас популярна. Потом был бум структурных продуктов в Восточной Европе. И сейчас у нас по нарастающей уже очень-очень многие люди пользуются структурными продуктами. Я рассказывал о структурных продуктах. Вот сейчас вы видите в правом верхнем углу значок «И». Там ссылочка как раз на структурные продукты. Я о них уже много раз рассказывал. Очень хорошая штука. Очень много людей открыли. И еще один момент, который мне вчера рассказали, что наиболее сейчас перспективный рынок – это рынок Европы. Потому что экономика Европы сейчас растет более быстрыми темпами, чем экономика Америки. Ну, конечно, самая быстро растущая экономика – это Китай. Но в Китае все зависит от политики. Опять же, торговые войны. Есть риски. Риска торговых войн с Америкой в Европе нет. Рынок не перекуплен. Но, к сожалению, есть одно ограничение, что на европейский рынок как попасть? Ну, вот достаточно сложно. И опять же, есть структурный продукт, который ориентирован на европейский рынок. Он просто… Есть индекс S&P 500. Это индекс крупнейших компаний, ну, совокупная какая-то стоимость крупнейших компаний Америки. А есть индекс соответствующий европейский. Так вот, этот вот структурный продукт разработан, который опирается на европейский рынок. И в этот индекс входит усредненная, как бы, стоимость акций всех крупнейших компаний Европы. То есть, вот, когда мы вкладываем, мы опираемся на рост крупнейших компаний Европы. А Европа сейчас наименее рискованный актив, потому что, ну, во-первых, достаточно твердая валюта не подвержена рискам и нет рисков санкций. Вот, они это рекомендовали. И есть такой структурный продукт, я уже о нем рассказывал, европейский. Если будут вопросы, задавайте, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Ссылочку, опять же, вы видите. Как его зарегистрировать? Ну, прежде всего, надо зарегистрировать брокерский счет, как всегда, и пополнить его. Вот, ну, и еще один момент. Структурный продукт, вот, на крупнейшие акции европейских компаний, на европейский рынок, он доступен от 500 тысяч рублей. Структурные продукты на акции, там, другие есть, от 250 тысяч рублей. Но можно обсудить, они говорят, там, может быть, от 250 тысяч, возможно. Все есть, возможно. Задавайте вопросы, узнавайте. И да, там, рост, ну, там, целевая доходность, там, 15% годовых. Ну, они говорят, что если будет доходность меньше, чем двукратная доходность от депозитов, то они говорят, что мы считаем, что мы напрасно едим хлеб. Вот, вот, такие были аналитики, и такие цели они ставят. Это ведущие аналитики открытия брокера. На сегодня все, с вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале, поставьте, пожалуйста, лайк и спрашивайте то, что вас интересует. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok